всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который предложила mg называется он что еще я не знаю о своей личности думаю вам смотреть то что мы не знаем смотреть будем на колоде танец шамана логинова такая рубашка но я думаю что конечно камешки я выложила только вот думаю может быть делать на разных наверное я сделаю на разных колодах и да так это наверное театр кукол поставлю для красоты будет наверно 2 позиция а третью позицию сделано тару темного света захотела сегодня сделать на разных колодах так это у нас будет третья позиция ну то есть вы либо колоду выбираете либо камешки кому как и нравится так сторонку и давайте мы с вами посмотрим так 2 секунды перемешая колоду вы можете сразу перемотать я средоточусь очень напряженные дни сейчас но коридор затмения на безусловно все на нас влияет но я все больше склоняюсь к тому что чем выше твои вибрации чем выше ты растешь тем меньше внешних факторов влияет на тебя по крайней мере я к этому стремлюсь и не совсем получается ну ладно так коробочку очень удобные такие коробки из картона вот обычно я все колоды держу в мешочках но театр кукол это реплика у меня есть один очень хороший сайт где я иногда покупаю реплики так и почему я вытащила чтобы так поставлю на них и на колоды я поставлю сверху камешки будет зеленая это будет красная да вот так мы с вами вступаем позиция номер один голубенький камешек давайте посмотрим что вы еще о себе не знаете хочется все таки чтобы карты показали что вы не знаете именно не то что вам известно да как получить подтверждение а вот именно то что не знаете попал аркан мира вы как будто вы знаете не осознаете своих каких-то способностей своих возможностей своего мат потенциала и здесь речь идет не о том что это что-то новое а я бы сказала о масштабности то есть вы не осознаете масштабности своей личности то есть здесь такое ощущение что вот вы знаете какую-то малую часть ну допустим вы готовитесь там я не знаю к марафону да и вы считаете что вы ну сможете прибежать только допустим марафон до 42 километра на самом деле ваша способность и ваш потенциал он намного больше то есть вы можете бежать больше допустим 42 километров а вы вот готовитесь осознаете такое ощущение что есть некая такая грань ну то есть некий потенциал вашего ресурса а на самом деле ваш ресурс он намного больше просто вы привыкли использовать какую-то малую часть и вам кажется что только вот это вот на этого способны то есть вы как я сказал допустим пробежать только 42 километра а то есть если после этого вы еще сможете там например там прыгать до преодолевать какие-то барьеры преграды там гору подниматься об этом вы не знаете здесь такое ощущение что вы знаете малую часть как как бы вам это объяснить здесь не про то что вы не раскрыли в себе какие-то способности а вы не видите всю масштабность ну допустим свое собственное влияние если вы работаете с клиентами то вы видите к вам приходит клиент вы ему помогаете до взаимодействия он уходит и вам кажется что ваше влияние она только точечно на этом на этом человеке но при этом вы не видите как это человек например идет домой если он хорошем настроении да как он начинает взаимодействовать со своими близкими родными на как их отношения в семье начинает меняться в лучшую сторону и как следствие допустим если это была мама ее влияние на детей и дети в хорошем настроении идут в школу лучше обучается более уверенные становятся то есть понимаете цепочка и влияние масштаб влияния он намного больше чем вам кажется здесь про это речь также знаете вот вы как будто бы еще и не осознаете своих каких-то границ то ли они у вас есть то ли их нету здесь вот как будто бы я давайте посмотрим если у вас понимание границ да есть есть у вас понимание границ эти знаете такое чувство что вы не знаете о себе скорее всего как вас видят другие люди то есть другие люди вас видят человеком который хорошо стоит на своих ногах человека такого знаете уверенного человека с большим багажом с такой знаете здоровой психикой которые хорошо очерчивать свои границы но это скорее всего то что видят люди а вот вы как раз таки конкретно этого не видите то есть вам наоборот кажется что люди иногда переступают ваши границы что их как таковых нету а люди наоборот ставят видя то что вы иногда держите их на расстоянии что вы наоборот иногда выстраиваете очень четкие границы как некий такой забор между вами и людьми что еще вы не видите не знаете вы не знаете не осознаете насколько вы способны любить насколько вот ваше чувство любви насколько она действительно не ограничено да то есть такое ощущение что вы не понимаете того что вы способны на безусловную даже любовь то есть не просто любовь кому-то либо за что-то а вот действительно безусловно просто так любить человека просто так принимать вот здесь какая-то знаете качество доброты то есть насколько вы добрый здесь понимание того что вы этого не видите но это видят вас люди то есть такое мне показывают здесь две стороны да то есть вы в себе это как будто бы не замечаете а люди это видят видят вашу доброту видит вот они вас видят достаточно гармоничным человеком они вас видят таким не то чтобы серьезным человеком уравновешенным такая знаете человек со зрелой такой психикой а вы этого не видите но вам наоборот кажется что вы может быть где-то идете в перекос то ли то ли вы много отдаете и мало получаете тоже наоборот у вас бывают такие фазы когда вам кажется что вы только берете ничего не отдаете а люди вас таким человеком не видят здесь общее такое ключевая энергия это именно масштаб то есть вот чувство что если вы любите то можете любить человечество да то есть если вы любите ну можете любить там я не знаю не то есть ваша любовь распространяется не на одну не она одного какого-то персонажа будь то человек будет у животное а вот как будто бы знаете на на все то есть если вы любите например животных то вы любите всю природу да независимые это там деревья цветы то есть у вас нет вот этих вот разграничений на какие-то виды либо подвиды то есть если вы любите людей до вы любите всех людей, если вы любите детей, вы любите абсолютно всех, неважно, ваши, чужие, соседские, черные, белые, желтые, неважно, какие, то есть здесь для вас не представляет, вы такой, вот знаете, глобалист, вы ощущение того, что вы человек, который несет, как их называется, вот мне идет слово перемирие, да, может быть, действительно, вы здесь даже не дипломат, а вот как-то несете вот эту вот энергию мира в своей душе, да, как будто вот видите людей, можете их, возможно, успокаивать, здесь вот как называют этих людей, которые раньше путешествовали и, вот почему, мне показывают, короче, здесь картинку, человек путешествует на корабле, и знаете, вот как Марко Поло, когда открывал новые земли, вот здесь что-то такое, да, как будто бы вы первооткрыватель, но вы идете с миром, да, то есть вы не воин, который идет и завоевывает этот мир, а вы, наоборот, человек, который с миром идет открывать что-то новое, с миром идет открывать какие-то новые горизонты, но вы не делаете это как лидер, да, то есть я вошел и все за мной, нет, а вы это делаете, и потом как-то через вас это влияние идет на других людей, что еще вы не знаете о своей личности? Вот я сказала про проповедники, вот-вот-вот, вспомнила слово, потому что здесь выпадает аэрофант, вы не знаете, вы знаете, какие-то материнские качества у меня здесь, вот забота, почему я сказала материнские качества, потому что, мать, вот ассоциация с заботой, да, с любовью, а вот здесь вот прям вот такое ощущение, что любовь, потому что выпала двойка кубков, да, какой-то вот союз, но этот союз, он не земного порядка, а у него есть вот какие-то морали, какие-то духовные ценности, то есть вы такая вот личность, которая может проповедовать именно любовь, не потому что это вам чуждо, да, вы где-то вот вы прочитали, и говорится о том, что, ну, полюби ближнего своего, да, и это вот просто слова, а для вас это вот как будто бы ощущение того, что вы это проживаете, вам это понятно, может быть, вы словами-то и не сможете это объяснить, но вы сможете это показать на деле, то есть вы такой, знаете, человек, который действительно может любить, и эту информацию о любви, да, он может передавать людям, здесь ощущение еще того, что вы можете, знаете, вот, как были, в школе, да, нам рассказывали про зуло, космодемьянскую, когда человек может пожертвовать своей собственной жизнью ради, ну, вот какого-то идеала, ради чего-то такого вот возвышенного, да, как мы говорим, например, за родину, ну, в наше время сейчас уже такое редко услышишь, а вот здесь вот ощущение того, что вы как будто бы способны, способны за какие-то высокие моральные ценности, да, жертвовать вот именно собой, вот вы миротворец, и этим все сказано, то есть своим состоянием, это тот свет, который вы несете в мир, когда, знаете, спрашивают слово, которое я не люблю, предназначение, так вот здесь как будто бы вот в этом-то предназначение, да, миротворец, нести мир, мир в мир, и неважно, каким образом вы это будете делать, своим собственным присутствием, своим собственным светом, смотрите, какие карты выпадают, выпадает аркан мира, выпадает иерофант, выпадает аркан отшельника, то есть такие, знаете, достаточно философские карты человека, знающего, человека ведущего, понимающего, человек, который разбирается в этом мире, человек, который живет по законам, либо изучает законы мироздания, здесь, знаете, личность, вы, не знаю, знаете это или нет, который, которая больше любит находиться в уединении, то есть, либо вы периодически уходитесь, углубляете в себя, либо вот вы в этом находите какой-то, девятка пендапли тоже про это говорит, единственное, что вот двойка кубков, у нас парная карта, все остальные, они такие индивидуальные, то есть вам легче и проще идти по жизни одному, и не говорю, что вы одиночка, либо там прям вот заядлый холостяк, хотя такое тоже может быть, но вот вам как будто бы проще, когда вы несете ответственность только за себя, не потому что вы не можете нести за других, а скорее всего вот гиперответственность есть за других людей, и вот здесь вот ваши понятия, они, вот когда мы рассматривали расклад, да, новое время, там очень много комментариев было о том, что, а что делать нам чувствительным людям, да, в мире без духовности в будущем, так вот как раз таки вы и относитесь к той категории людей, которые вот именно проповедуют эту духовность, но именно в своих действиях и поступках, то есть здесь не про теорию, а здесь про то, что вы далеко уже живете по таким правилам, по таким принципам, что еще, ну, смотрите, выпадают все великие арканы, да, мир, рафант, отшельник, колесница, у вас есть какая-то сейчас цель, которую вы хотите достичь, вот вы поставили себе, что это за цель на данный момент, рыцарь чаш, знаете, как будто бы вы хотите окунуться в где семейные карты идут, либо для кого-то очень важно ощущение именно семьи как ценности, либо кто-то окунулся сейчас именно в понимание семьи, здесь вот семейные ценности, традиции, что по десятке педаглей, что по аэрофанту очень ярко выражены, что, с чем связано это погружение сейчас, вы как будто бы, ваша цель сейчас принять какое-то решение по поводу у вашей семьи, и это решение, оно очень-очень эмоциональное, здесь речь идет цель о достижении именно своего какого-то профессионального проявления, то есть, знаете, для кого-то важно, к примеру, научиться зарабатывать больше денег, стать самостоятельным таким человеком, независимым, например, от семьи, либо наоборот, кто-то сейчас копит, собирает деньги для того, чтобы создать семью, либо для кого-то важно сейчас, я не знаю, у кого-то дети учатся, и необходимы деньги на детей, либо на какое-то новое начинание, либо для какого-то бизнеса, например, семейного, и здесь вот принимается решение сейчас, то есть, так или иначе, есть аспект зарабатывания денег и семьи, и вот это вот связь какая-то определенная, и здесь вам нужно будет принять решение, и многие даже сделают вот какой-то вот, как это, разворот на 180 градусов, как будто бы пойдут в этом направлении немножко по-другому, по-другому сделают разворот, но здесь вот, в принципе, если мы говорим о личности, да, я рассказала, не знаю, знаете вы это или нет, вот, но мне показали карты, такую достаточно зрелую личность, не в возрасте, а именно в понимании такое вот, очень высоковибрирующую, хорошо, вторая позиция, что вы не знаете о своей личности, посмотрим на колоде театра к угол, что вы не знаете о своей личности, знаете, здесь вы как будто бы не знаете, как ее проявлить, то есть вы и так пробуете, и так пробуете, сейчас вот ощущение того, что настал какой-то период, когда вы только узнаете сами себя, как были под некой такой пеленой, а сейчас эту пелену немножечко приподняли, вот, и смотрите, и удивляетесь сами себе, да, насколько вы хороши, насколько, я не знаю, вы какие-то вкусные, такие, ароматные, очень яркие, сочные, вы как будто бы себя сейчас открываете заново, либо вы не знаете, на что вы способны, да, ну вообще, кто вы, здесь ощущение, что вы не знаете себя, и вы только научаетесь этому, да, здесь идет какое-то вот возрождение по двойкам, когда вы работаете, то есть я могу сказать, что вы, что вы не знаете о себе, кто вы есть, но вы над этим стараетесь, вы работаете сейчас, и, знаете, ваша работа, она дает какие-то вот первые-перые листочки, даже не плоды, а первые какие-то листочки, и вы удивляетесь, не знаю, может быть, что-то начали делать, и вот вы удивляетесь, То есть, о, это я, я и так могу, я и так умею, а я даже об этом и не предполагала, и не знала. Что еще вы не знаете о себе? Что вы очень сильный контролер, что вам важно для того, чтобы быть в безопасности, вам важно иметь контроль. Вам важно все понимать, чтобы все было структурно, чтобы все было понятно. То есть контроль, вы, может быть, этого и не видите, но люди со стороны, им иногда заметнее, виднее, что вы любите все проверять, вы любите, чтобы все было так, как вы хотите. Здесь вот вопрос с доверием такой, тоже присутствует. Вот, знаете, такое ощущение, что вы как будто бы не знаете о себе, своей способности, да, все раскладывать по полочкам, да, что вы на самом деле хороший аналитик. Вот, и вы не знаете о себе, ну, во-первых, куда сейчас двигаться, да, это один вариант. То есть мы сказали о том, да, что вы себя сейчас и узнаете, поэтому вы не знаете, куда вам двигаться, как вам быть, то есть хотите как-то вот определиться, понять. А с другой стороны, вы не знаете о себе, что у вас есть, возможно, какие-то лидерские качества, что вы, быть может, можете повести за собой куда-то людей, что вы любите передвигаться. Возможно, кто-то любит путешествовать и сам этого не осознает. Почему? Потому что, ну, не знаю, может быть, один раз куда-то поехали, да, и был не очень приятный опыт, и вот как-то, ну, посчитали, что нет, это не мое. Но вот такое чувство, что вам это как будто бы нравится, да, вот движение. Может быть, если вы водите машину, вы, допустим, не осознаете, что вот вам нравится скорость, да, либо вы сейчас, ну, вот здесь, скорее всего, да, не про качество вас в настоящий момент, а, скорее всего, то, что с вами происходит, мне здесь показывает, и вы этого как будто бы четко не понимаете. То есть вы не понимаете, за кем вам следовать, куда вам идти, в каком направлении вам двигаться. Сейчас как будто бы, знаете, возможности какие-то появились, либо вы что-то новое узнали о себе, либо начали работать над собой, вот, и открыли в себе какие-то, ну, может быть, желания, да. И вот вы, а может быть, их много, и вы, ну, не знаете, за какой мечтой, куда пойти. Может быть, здесь кто-то действительно запутался и не может определиться. Но, сказала, не может определиться, выпала карта творчества. Вы знаете, здесь выпадает у меня на картинках, если считывать Таро Театр, Театр Кукол, как оракульный, на двух картах у меня изображен глобус. И вот он у меня как-то притягивает такое внимание в контексте того, что как будто вот что-то новое, такое, как возможности, да, у вашей жизни открыты. Либо вы себе открыли какие-то новые двери, новые горизонты, но, причем это как-то связано с творчеством. Творчество – это может быть и материнство. Это может быть творчество и материнство в контексте идей, да, рождения чего-то нового, каких-то вот новых способностей. Здесь, знаете, как художник, который купил краски, купил кисти, холст, мольбер, да, поставил, значит, этот, муж мой, как называется, ну, картину, в общем, на мольбер, да, взял кисти и не знает, что нарисовать. Да, я и это хочу, и то хочу, и вот какая-то, знаете, мурашки бегут по коже, да, в предвкушении, а что сделать? То есть есть некий такой интерес, а что сделать, я не знаю. Что еще вы не знаете о себе? Ну, сейчас какое-то вот неопределенно непонятное состояние у вас. Вот я спрашиваю, что вы не знаете, а мне описывают ситуацию. Вот, и, ну, если все-таки возьмем как качество, вы, возможно, не осознаете того, что вы можете смотреть на вещи под другим углом, каким-то другим взглядом, да, что вот ваша способность, знаете, может быть, такое оно и есть, когда мой старший сын был маленький, ему нравилось собирать пазлы, но он собирал пазлы почему-то вверх ногами. То есть рамочку сначала собирал, и потом заполнение, но он как будто бы, знаете, вот от себя, то есть вот туда смотрит картинка, и он вверх ногами их собирал. Не знаю, почему ему так было удобнее. И вот здесь вот такое вот ощущение, что, наверное, вы тоже какие-то пазлы в своей жизни, да, как-то вот в перевернутом виде собираете. И причем на самом деле-то наше зрение, да, оно так смотрит на мир, то есть в перевернутом состоянии. А потом уже весь этот процесс воссоздания картинки и в голове переворачивается, да, то есть зрение наше, оно воспринимает все предметы вверх ногами. А после того, как идет сборка информации и обрабатывание в нашем мозгу, картинка переворачивается. Так вот здесь вот такое ощущение, что вы действительно как будто бы смотрите правильно на мир. Но для людей это может казаться, что вы смотрите в перевернутом, а вы на самом деле в правильном положении смотрите на мир. У вас могут быть какие-то такие, знаете, оригинальные очень идеи. И это сейчас может быть какой-то вот период, когда вот эти вот, если это такое есть действительно, да, то постарайтесь реализовывать свои идеи. Даже не важно, насколько они бредовые будут, но вот постарайтесь это сделать, потому что, ну вот, чувство, что это даст потом какой-то результат. Да, эти идеи, они какие-то вот необычные, да, ну, кажется, что они вот, ну, вертормашками. А на самом деле вот в них есть что-то. Вы знаете, что в них есть? Вот если вы в это поверите, то это случится. Вот то, во что вы верите, потому что здесь вопрос, связанный непосредственно с верой. Если мы говорим, допустим, что вы не знаете о себе, вы не знаете своих способностей касательно, как этот, визуализации, визуального воображения, да, такое вот абстрактного мышления, которое вам может помочь в реализации ваших каких-то желаний. То есть здесь выпадает, смотрите, карта творчества, карта Три Великих Аркана, Повешенного и Вера. То есть это Иерафант. И здесь такое ощущение, что вот когда, что вы не знаете, что если в вашей жизни что-то не происходит, это потому что вы в это не верите. То есть ваше ключевое это поверить. Когда вы во что-то верите, даже вот в то, что я сказала, уже самое такое бредовое, да, то, что выходит за рамки общепринятого, оно может реализоваться. То есть даже самые сумасшедшие какие-то вот, ну, я не знаю, нереализованные вещи, а вы можете. То есть вот силу, скорее всего, сейчас даже аркан силы, мне кажется, выпадет, силу ваших каких-то вот способностей визуальных, вы можете реализовывать все, что вы хотите. Что еще вы не знаете о своей личности? Вы не наблюдаете некой такой цикличности, да, повторов. Вам хорошо было бы посмотреть, если мы говорим, да, лунные циклы, ну, то есть по какому циклу вы живете, по лунному, либо по солнечному. И это наблюдение, оно поможет вам отслеживать свои какие-то реакции и, то есть те моменты, когда вы идете на спад, да, то есть это вторая и четвертая неделя, да, если это, например, лунный цикл, то оно, луна у нас влияет на приливы и отливы, а в теле это на сжатие и разжатие. То есть на принятие и на отдачу. И если вы понимаете и, ну, вот понаблюдаете очень хорошо за своими циклами, то вы можете достичь намного больших успехов, если будете правильно применять вот эти вот циклы в своей жизни. Это один момент. А второй момент, вы не обращаете внимания, насколько ваша жизнь циклична вообще в повторах, сценариев каких-то, да, то есть у вас очень много повторов в жизни. Отследите их и тогда вы сможете сами как будто бы прогнозировать свою жизнь. Да. Вы не знаете о своей личности, насколько вы веселый, насколько вы позитивный человек, потому что обычно мы говорим о двоечках, что они такие чувствительные иронимые и очень часто падают эмоционально, да, ну, входят в какое-то неприятное состояние упадческое. А здесь показано то, что насколько вы действительно самодостаточный человек, еще одна карта, говорящая мне о ваших лидерских качествах, которые, возможно, вы не знаете, и насколько вы позитивный и веселый человек, да, насколько вы, возможно, раскрываетесь в компании, насколько вы яркие сами по себе как личность. То есть вот то, что вначале мы начали, да, говорить о том, что вот вы, я сказала то, что вы вкусные, очень яркие, и вы этого не замечаете, вот этого вот вы действительно не видите в себе. Возможно, на вас смотрят другие люди, да, вы, возможно, нравитесь мужчинам, а вы это не, ну, не замечаете. И знаете, вот ваша эмоциональность, да, мы говорили в последнее время очень много про эмоциональность, здесь выпадает тройка эмоций, и карта называется насыщенность. То есть вы, как будто бы не замечаете, ну, то есть ваша эмоциональность вы можете рассчитывать как негативное что-то, да, почему? Потому что оно вергает вас в какие-то, может быть, неприятные ситуации, как-то с вашей точки зрения, может быть, ухудшает вашу жизнь. И вот то, что вы не видите, что вот эта вот ваша эмоциональность, она, ну, с другой стороны, с одной стороны, она может поднять настроение другим людям, да, то есть ваша улыбка, ваше хорошее настроение, а с другой стороны, плюсы вот этих вот эмоций, то есть то, что можете проживать вы, пугаму эмоций, которые можете проживать вы, она дана немногим людям, то есть то, как вы можете идентифицировать свои эмоции, то есть обозначивать, то есть вы настолько тонко, полутона своих эмоций можете ощущать, такие вот, прям, знаете, состояния, которые не даны другим людям. И вот эта вот возможность, да, вы о себе, допустим, не... Вы знаете, она у вас есть, но вы на нее не обращаете внимания, вот ее нужно как-то начать использовать, да, то есть вот умение свое тонко чувствовать что-то, это вот очень хорошо в творчестве у вас идет, то есть у меня здесь двойки, всегда творческие люди. Знаете, вот как-то не только ведь в картинках, да, это можно изображать, это можно в звуках как-то. Вот мне идут вот эти вот поющие чаши, да, то есть если кто-то в вибрации, ну, звук может казаться одинаковый, то для вас вот, например, вот эти вот вибрации вы можете различать вот полутона звуков. То есть используйте свою вот эту способность чувствительности, эмоциональности, то есть ваша жизнь, она настолько яркая, да, что вот вы можете это все ощущать, что где-то могут вам другие люди даже и завидовать, потому что вы это чувствуете, а другие люди нет. И с одной стороны, да, это вам неприятно, но с другой стороны, это окрашивает вашу жизнь, то есть она вот настолько яркая. И вы как будто бы, не то, что вы это не знаете о себе, а вы не знаете, как это применить, да, в пользу, что с этим сделать. И то, что вы не знаете, это то, что вы способны на выбор. Потому что у вас есть такое ощущение, что иногда я, возможно, являюсь заложником какой-то ситуации, вот я не могу ни на что повлиять. А здесь вам говорят о том, что вот когда вы научитесь делать правильно выбор, и это вот напрямую как-то связано с эмоциями. Хочется сказать, знаете, делайте выбор в сторону каких-то вот неординарных вещей в своей жизни. То есть потому что выпадает прямо под повешенным, когда вы смотрите вот по-другому. Да, то есть не старайтесь смотреть на жизнь так, как смотрят другие люди. Потому что ваша жизнь, это ваша жизнь, это ваша уникальный, ваша уникальный путь, ну, вашей души, вас самих. И то есть не старайтесь подделываться по других, потому что у других людей свой путь, и их жизнь может быть не такой яркой, как ваша, потому что у них нет вот этих качеств, этих способностей, да, вот этой чувствительности. то есть вам нужно понять вот цикличность и выбор вам нужно здесь поразмышлять над этими двумя понятиями я не знаю что именно вот вы подумайте то ли здесь есть какая-то связь насколько вот я могу выбирать насколько я правильно делаю выбор а что есть выбор да потому что вы как будто бы периодически сталкиваетесь с каким-то выбором и ну вам сложно это сделать вы как будто бы убегаете от этого боитесь его здесь вот есть что такое то есть если вы как-то этот страх если он присутствует с выбором если вы его как-то вот укоротите внутри себя то вы получите намного больше каких-то вот возможностей что-то здесь такое есть ощущение что вот вы как будто бы по жизни не умеете делать выбор не то что вы делаете правильный а вот когда вы сталкиваетесь вообще с выбором вам достаточно сложно определиться как и что и вот это вызывает вас эмоции вам проще убежать вам говорят что нужно ну вот там что-то в этом выборе есть другое когда вот вы примете решение скорее всего в самом состоянии ощущение когда вы принимаете решение доводите дело до конца и вот это вот удовлетворение того что я сделал выбор и вот что я получил кто молодец я молодец то есть вот какое-то вот внутреннее удовлетворение ну поразмышляйте потому что здесь ключевые слова выбор и цикличность какие-то вот повторы и то и другое как тут связано с удачей поразмышляйте не знаю что то там вы найдете какую-то информацию для себя возможно так и мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку и давайте посмотрим что вы еще не знаете о своей личности ну началось мечи начали выпадать у троек то есть восьмерка мечей шестерка мечей но возможно вы здесь не знаете насколько вы себя периодически сами ограничиваете до останавливаете от возможности двигаться дальше почему что здесь есть в этой восьмерке мечей какие-то переживания до волнения переживания есть возможно вы не знаете о себе что вы на самом деле такой человек который я бы сказала немножко не то чтобы неуверенный а эмоциональный на хотя внешне вы можете казаться такими серьезными людьми ну то есть вот маска такая знаете холодного человека рассудительного а внутри такое ощущение что вы достаточно мягкий мягкий человек и как-то знаете такой образ ну высокого мужчины такого знаете вот там ну как актер джейса мама который играет в вакуаман да то есть такой там по два метра мужчина такой мощный как скала это внешность такая да и кажется что вот он прям такой грозный он такой сильный а внутри такое знаете сердце маленького ребенка да детская такая открытое волнение то есть переживание да я боюсь и вот это вот как-то ну не состыковка внешнего с внутренним состоянием здесь у вас такое может быть но есть внешне вы можете казаться одним человеком а внутри у вас есть какие-то вот очень сильные переживания вы можете переживать знаете иногда бывает так что нужно отказать какому-то человек если профессиональная да какая-то деятельность вот либо вам нужно уволить кого-то на работе и вот вы на самом деле можете казаться таким серьезным грозным человеком что я принял решение на что тебя нужно уволить а внутри вам самим как-то вот некомфортно по принятию этого решения то есть блин я понимаю что ну у этого человека будет проблемы где он идет то есть вы начинаете переживать как-то сочувствовать сопереживать с другим человеком и вот этого возможно вы не знаете насколько вы можете быть умеете сопереживать чувствовать ощущать другого человека насколько вы можете быть гибкими лояльными по отношению к другим людям я не знаю что стройками происходит но последнее время вас как-то тянет в прошлое я не знаю что там в этом прошлом но например вы можете не знать о себе то что вам например нравится там единая музыка 90-х да либо например я не знаю 60-х годов да вот у вас есть такая ностальгия может быть каких-то ретро вещах да может быть вам нравится предметы антикварные какие-то да ну такие вот то очень добротно сделано красивые изящные кому-то здесь нравится например этот коллекционеры до филателисты марки собирать кому-то мне здесь показывает трубки не знают или вы трубки собираете то ли вам например вас вдохновляет вам это нравится когда например мужчина курит не сигареты и не ли не электроны а вот например именно трубку то есть вот именно образ да что-то здесь мне с трубкой с табаком и трубкой напоминает то ли вы вам нравится морские путешествия и вот ваше восприятие капитана с трубкой до что-то здесь такое ну конечно же это может быть еще и отсылка к шаманизму да вот именно к духам но вот здесь вот ощущение того что вы иногда одну любите ностальгировать да вот это вот вам нравится это вы тоже можете не знает правда не знаю как можно не знать это но вот такое что-то показывает может быть это какой-то имеет влияние на вас что-то из прошлого что вы не знаете о себе башня эти и дьявол у меня такое ощущение ну наш любимый дьявол что возможно вы не знаете что как будто бы ваш дьявол уже разрушен вот здесь вот такое тоже может быть то есть вы не знаете что уже какие-то сценарии вашей жизни да либо какие-то искушения вашей жизни они уже прошли и у вас может быть осталась привычка либо какой-то страх по этому поводу но вы возможно это о себе не знаете меня такое чувство что скорее всего другие а вас не знаю то есть а может быть вы это знаете но как-то не догадываете что ли здесь это связано еще с ложью что с обманом вы не любите обман либо вы не знаете о себе что любые обманы когда вы допустим себя обманываете если такой вариант может быть в чем-то до занимаетесь самообманом что это вас разрушает то есть вы не знаете о себе даже какие пагубные может быть вещи вашей жизни вас разрушает то есть какие-то моменты которые вас разрушает и вы их не знаете а что это за моменты либо привычки либо что это может быть ну смотрите чрезмерная активность чрезмерная позитивность может быть болтливость да в какой-то мере доверия кому-то это может вас разрушать то есть вы знаете как-то много информации о себе можете сказать публично далее вы другим людям рассказывать а потом это применяется против вас и то есть ну как а оружие да как некий такой шантаж и это может разрушать вас но вы этого не понимаете что еще вы не знаете о себе наверное вы не знаете то что вам нравится в какие-то периоды жизни до уединяться что это значит не знаете то есть вы например не можете понять почему периодически вам хочется как-то побыть наедине с собой да а это скорее всего и является каким-то вашим ресурсным состоянием то есть возможно вы много там общаетесь да либо как-то взаимодействуете с людьми а потом вот вам восстановить свой ресурс надо через уединение через то что вам необходимо побыть собой возможно вы не знаете даже если мы говорим о разрушения что вот как раз таки вот эти вот вот это ностальгия да какая-то печаль здесь понимаете у ностальгии есть что-то хорошее на это воспоминание чего-то приятного вот а у вас как будто вы знаете может быть то что ваше приятное она как-то связано с вашим прошлым и это вас разрушает то есть вы идете как будто бы за ресурсом не сейчас в этот момент а вот куда-то в прошлом вы идете ну там нет допустим вас нет сейчас отношений а вам хотелось бы и вот вместо того чтобы что-то сделать сейчас как-то пойти поговорить с какими-то новыми людьми познакомиться вы как будто бы прибегаете каким-то воспоминаниям моментов которые вас уже были в прошлом с людьми да например да у вас были хорошие отношения вот вы как-то ностальгируете и оттуда берете какой-то ресурс из этих воспоминаний и это не есть совсем хорошо для вас так как показывают карты что еще вы не знаете о себе ну на самом деле вы парный человек когда за ресурсом вы идете ну сами восстанавливаться а вообще по своей натуре вы парный человек вы вам как будто бы необходим человек такой же как вы активные подвижные на человек который любит развиваться может быть который любит ходить в походы которые любят там почему не скалолазание идет до в горы но как тут с горами это связано то есть прямом либо в переносном смысле да то есть в прямом ходить в горы альпинизмом заниматься опять переносным вот именно как-то вот по карьере подниматься то есть вам нравится вы получаете удовлетворение достижения каких-то своих собственных целей когда вы растете когда вы развиваетесь когда у вас когда вас окружают люди которые такие же позитивны как вы когда есть кем поговорить на такие вот очень активные темы знаете здесь может быть спорщики но не заядлые которые знает вот приводят там к дракам и ссором нет а спор как мозговой штурм когда обмениваемся какими-то идеями и вот знаете кто-то кому-то что-то доказывать нет вот а ты на это посмотри а ты этот момент упускаешь его знаете вот какой-то вот творческий позитивный такой дискусс на разные темы в контексте развития и вы не знаете что это вас наполняет энергетически то есть не то что вы считаете да что в прошлом вас воспоминания какие-то наполняет там наоборот это как-то разрушает вас наполняет активность на вот вы проактивный какой-то человек вы не знаете что кризисы вас на самом деле убивает и вы через них заново рождаетесь то есть кризис каждый раз когда случается в вашей жизни если вы переживаете по этому поводу то он вам идет как будто бы во благо вы не знаете что вам кажется что ну вот трудности когда это закончится и ну то есть ваши отношения как у обычных людей а вы не не знаете то есть вы не понимаете что через эти кризисы вы как будто бы обнуляетесь ну то есть кризис должен произойти например какой-то конфликт рассорились и потом не общаетесь возможно вы переживаете почему вы не общаясь с этим человеком потому что он для вас да может быть был какой-то значимый важный дорогой вот а на самом деле но его из вашей жизни забрали и просто так не могли забрать и забрали вот ну как вариант через конфликт то есть вы как будто бы не видите потом на что будет потом и вот это вот потом она идет как будто бы вам во благо ну то есть забрали потом терять то ничего и нужно двигаться вперед да то есть здесь еще вы можете не осознавать свой сценарий что когда вас надо замотивировать на какое-то действие вас что-то забирают вам вас чего-то лишают то есть если где-то вы в чет что-то теряете да не переживать по этому поводу а идите дальше то есть для вас это какой-то маячок что что-то что-то хорошее что-то новое то есть и вы как это не как наказание а как очищение а наоборот что еще вы о себе не знаете ну что вот опять до попадает повешенной пятерку кубков здесь вот касательно лишение да вот вы переживаете за то что что-то либо не происходит до либо то что вот вы потеряли утратили а вот в этом есть какие-то ваши уроки и вы это не видите в себе на то есть тоже на что вы переживаете она того не стоит вот что вам хотят сказать потому что через эти утраты через лишение через боль что-то вам дадут потом новое здесь какой-то такой сценарий ну и последнее что вы не знаете о своей личности ну что вы солнышко что вы такой бы достаточно позитивный яркий человек конечно же иногда вы можете и не осознавать как что вы проявляетесь достаточно эгоистично до либо наоборот как-то не зрела по-детски либо достаточно эгоистично в чем вы проявляетесь в своей холодности до королева мечей когда вы не знаю может быть иногда кажетесь более жесткими чем вы есть на самом деле то с чего мы начали в самом начале да когда я говорил вот это вот большая огромная гора внутри сердца маленького ребенка так вот здесь вы возможно не знаете и не представляете как вас воспринимает люди на то есть вам-то кажется что вы по справедливости поступаете а люди видят вас какой-то достаточно надменную личность где-то холодную рассудительную может быть слишком даже меркантильную в какой-то степени то есть вы возможно стремитесь достижению каких-то своих целей да людям это кажется что вот вы по пути к своей цели да прям идете по головам других людей да что где-то вы в чем-то меркантильные циклично да ну то есть вы быстро перегораете такие вот очень яркие также вы не знаете о том что не вы относитесь к той категории людей которая может работать на работе например ради идеи да не за деньги а вот именно за какую-то идею то есть если вам правильно вас за мотивировать и преподнести какую-то мысль вы готовы работать и сверхурочно просто потому что не знаю вы верите в то что вы делаете да вот свой какой-то труд свою какую-то идею не знаете о своей преданности насколько вы преданной не знаете насколько вы верный человек ну может быть вы знаете другие не знаю все на этом все потому что можем говорить долго я с вами прощаюсь до новой недели всем пока пока